приветствую вас мои дорогие зрители меня зовут Лилия Донскова вы давно просили показать какой нибудь эффектный макияж я думаю сейчас в предновогоднюю суету как раз самое время поэкспериментировать и сделать что-то необычное поярче поэффектнее чтобы на новогодних фотографиях вы себе очень и очень нравились и поэтому я сейчас без макияжа совершенно и начинаем мы с чего с бальзама смотрите губы суховатые тем более что сейчас воздух в комнате естественно сухой на улице мороз отопление включено увлажняем губы пока делаем макияж они напитаются чтобы потом помада стала идеально лежать я беру тональную основу с пребиотической сывороткой мой оттенок ванильный холодный влажный спонж это очень важное условие чтобы ваш спонж был влажный недавно увидела такое чудо моя подруга делала макияж берет спонж и начинает им просто работать я спросила ты всегда так делаешь она говорит да я говорю так ведь нужно сначала сделать увлажнение спонжем а потом только наносить тональная основа никогда она попробовала сказал боже мой ты мне открыла америку смотрите я наношу тон тонким слоем начиная с внешних сторон то есть где вот контур роста волос мы туда вбиваем тон обязательно кушку доводим смахиваем зону шеи чтобы не было границы между шеей и лицом и праздничный макияж мы можем наслаивать то есть если для дневного макияжа достаточно одного слоя то праздничный мы можем смело взять еще добавку тональной основы и пройтись второй слой чтобы лицо было еще более ровно учитывая что тональная основа giordani очень легкая полупрозрачная она не дает такого плотного покрытия как некоторые тональные основы например стойкая или матовая матирующая смотрите тонкий-тонкий слой даже немножечко просвечивают пигментные пятнышки поэтому даем чуть-чуть устояться тону можно его кстати похлопать чтобы он хорошо впитался и пройтись еще один слой вот видите два слоя уже более плотное покрытие тон лица стал еще ровнее и следующий шаг я беру я беру консилер потому что кожа вокруг глаз обычно она полупрозрачная потому что она очень тоненькая если сравнивать ее с кожей на всем лице и соответственно нужно за ней особый уход поэтому специальный консилер для кожи вокруг глаз я могу вбивать пальчиками могу кисточкой как вам удобнее так и делайте я люблю пальчиком вбивать консилер но иногда требуется и помощь кисточки вот так вот если вы заметили я нанесла консилер на зону под глазками на внутреннюю часть где проходит венка немножко вывела внешний угол чтобы выровнять здесь кожу и высветлить под кончиками губ губ хотел сказать губов под кончиками губ и носогубные складки потому что у меня носогубные складки немножко выделяются а светлый тон он как бы вытаскивает и эта складка становится менее заметной и не так нависает за счет этого лицо в целом выглядит более ровным и светом и так мы сделали основную подготовку проложили тон скорректировали то есть лицо сейчас как холст и сейчас мы начинаем работать если помните правило по влажному влажным работаем по сухому сухим и так как я приготовила себе уже пудру сухую то и все средства румяна хайлайтер это тоже должно быть все сухим я беру пудру The Van немножко темноватый этот оттенок для меня поэтому я делаю легкое распыление пудры просто чтобы выровнять кожу и чтобы румяна ложились ровным слоем не пятнили потому что если вы румяна и все цветное будете класть на влажную тональную основу то будут пятна будет некрасиво вот ровненький тон лица как блинчик сейчас бесформенный поэтому нужно немножечко сделать корректировку я все продолжаю хвалить набор многие немногие мне несколько человек написали что не понравился набор The Van а я хочу сказать что он идеальный на мой взгляд он идеальный во-первых здесь состав классный и этот набор сейчас можно заказать с большой скидкой есть корректор румяна хайлайтер пудры много-много вариантов теней и 2 оттенка теней для бровей представляете есть все чтобы сделать классный макияж мы начнем немножко с коррекции я беру плотную пухлую кисточку и наношу корректор в те зоны где мне нужно проложить то есть как бы я линию такую провожу к крылу носа закругленную от висков сюда вот вытаскиваю немножечко контур выравниваю лица кончик носа и боковые части крыльев капельку затемняю чтобы нас не так сильно выделялся и смотрите что важно вот эти вот места где у нас волосяная часть соединяется с лицом я делаю такое закругление как бы немножечко лоб делаю более овальным то есть у меня как бы рост волос такой чуть-чуть сюда поднимаются волосы по бокам и я вот таким вот движением рисую улыбку и чисто визуально становится более ровное лицо вот так смахиваю лишнее так румяна немножечко беру розовеньких румян и на яблочки как бы делал такой смах соединяю с предыдущим тоном да скорее корректором капельку на кончик носа на подбородок и здесь тоже остаточками румян прохожусь чтобы был более идеальный тон то есть у нас сочеталось 1 2 3 4 да везде вот мы соединили по цвету получилось уже такое вот более выразительное лицо так следующий этап это брови я почему-то люблю нарисовать брови а потом уже смотреть по макияжу то есть сделать его более энергичным интенсивным или более таким спокойным но так как мы будем делать вечерний макияж поэтому и брови я буду делать чуть-чуть поярче чем обычно для дневного макияжа расчесали работаю карандашом giordani как бы я выделила контур а сейчас я беру помаду для бровей беру кисть для бровей специальная скошенная кисточка нам понадобится вот такая вот кисточка и помадку набираю и заполняю внутреннее пространство прорисовала а потом беру опять же щеточку и еще раз расчесываю брови укладываю формирую задаю направление и тут уже можно воспользоваться или воском для бровей или тушью для бровей то есть дать немного фиксации я беру тушь the one и аккуратненько прохожусь тушь помогает и зафиксировать и сделать этот тон еще более интенсивным а теперь самое интересное вы просили показать как сделать такой яркий макияж глаз и так приступаем потому что это это в принципе делается очень просто когда знаешь какие-то основные фишки ну во-первых с чего мы начнем если вы хотите чтобы глаза были прям распахнутые такие яркие при этом не слишком перегружены косметикой то нижнюю часть глаза можно пройтись каким-то светлым карандашом то есть это может быть из серии the one вот такой карандаш ой сломала зачем же я так надавила то но он более светлый или взять вот такой карандаш двухсторонний он color я его просто обожаю именно с ним сейчас мы начнем работать так смотрите что я делаю я подвожу нижнюю часть и дойдя до конца останавливаюсь то есть вот у меня крайний угол глаза я дошла я остановилась мне чуть-чуть и смотрю прямо перед собой в зеркало и вижу вот эту не как бы незримую линию да вот направление куда бы я хотел чтобы у меня глаз немножко был вздернутый то есть не вниз пошел до чтобы он был более задорный более распахнутый и я вот так линию беру и аккуратненько кидаю вверх я буду вам пока сейчас один глаз потому что долго делать макияж сразу двух глаз я сделаю один то есть я задала направление линия вверх тут можно усилить можно потом тенями еще пройтись зафиксировать карандаш оставляем следующий момент мы работаем с верхним веком для этого нам понадобится вот такой классный тюбик это праймер для как основа для теней я беру капельку праймера и наношу на верхнее веко так как он практически незаметный подтон кожи он и выравнивает кожу и позволяет нанести тени зафиксировать их растушевать и при этом ваши тени не будут как сказать не будут скатываться здесь будет классная тушевка вот смотрите сделала пока они еще влажненькие я беру кисть очень люблю кисть она достаточно пушистая то есть она не совсем так сказать тонкая она пушистая и она скошенная и набираю чтобы вы прям видели какой-то оттенок теней ну например кофейный такой кофейный если хотите добавить блеска можете в соседний аналогичный оттенок залезть кисточкой то есть посмиксовать тут чуть-чуть тут чуть-чуть тут чуть-чуть понемножку и в тот самый главный момент смотрите как мы работаем я беру кисть острым кончиком вверх и прикладываю по направлению как у нас пошла нижняя стрелочка и вот просто припечатываю в тени и укладываю к ресничкам то есть прям как стрелочка положила пока не обращайте внимание что здесь может вам покажется ой какой ужас черное пятно теперь дальше я вижу что у меня кончик должен заканчиваться примерно вот тут то есть мы как художники набросок рисуем и тут где-то будет выходить кончик и переворачиваю кисть также у меня острый кончик направляется во внешний угол и к внутреннему углу завожу сюда тени то есть смотрите что получилось набросок небольшой сделали если все хорошо то есть вы видите что вы угадали направление задали правильно куда должен осмотреть угол да может быть нужно будет чуть-чуть вот здесь вот добавить немножко завести во внутренний угол можно поменять кисточку взять более острым кончиком но я уже к этой так приловчилась что в общем-то делаю макияж только этой кистью и заполняем все пустоты смотрите я и заполняю и сразу немножко впечатываю и делаю растяжку во внутренний угол но далеко не захожу мне важно чтобы вот это место где у нас середина где зрачок да весь должен быть вот это чтобы осталось чуть светлее чем вот эта внешняя часть нанесла можно кончик вытянуть еще больше получается такой огромный глаз но пока выглядит не очень красиво но тут мы берем другую кисть уже для светлых теней и вы можете взять здесь любой оттенок который вам больше нравится например хотите в телесных оттенках делать выбираете вот такой телесный можно взять с розовинкой тенью я беру такой телесный с легким блеском и начинаю работать припечатывая тени смотрите их прям говорю припечатать значит я прям прижимаю к праймеру и они становятся как запеченные то есть я их туда впечатываю и все время слежу за тем чтобы шла растяжка то есть я проглаживаю тени увожу сюда немножко из внешнего уголочка тяну во внутренний чтобы это красиво все распределилось и так как внешняя линия теней очень грубая я беру другую кисть которая у меня прям чистая она для самых светлых и беру матовые светлые тени у меня конечно расход у них самый большой потому что и много приходится работать и работаю с этой частью то есть под бровь увела высветлила и переворачиваю кисть немножечко разглаживаю границу чтобы она была не такая жесткая все время помним задаем направление вот оно пошло вверх то есть делаю тушевку потом беру острую кисточку набираю эти же темные тени и где вот у меня есть такие проплешинки я сюда добавляю цвета и можно также чуть-чуть растушевать оно нигде не должно быть резкого и жесткого так если вам кажется что слишком ярко берете кисть и еще растягиваете убираете лишнее пока нет ресничек еще кажется что много когда появится ресницы особенно если вы их наклеите используете магнитные то поверьте мне вот этого вообще не будет видно это в том ролике который вы меня все просили повторить макияж там именно вот сделана такая вот четкая линия нарисованные такие кошачьи глазки именно взорнуто вверх далее мы берем подводку если вы не умеете рисовать стрелки то надо учиться девочки как жить без стрелок они нам нужны бывают очень сильно самые праздничные моменты конечно стрелки это выход из любой ситуации потому что глаза становятся нереально огромные очень красивые формы я рисую стрелки начиная с середины то есть не от начала а именно я сначала крашу в серединку довожу до внешнего угла смотрим как делать если макияж праздничный стрелка может быть чуть потолще чем обычно нарисовала серединку а сейчас вот остатками то что на кисточке осталось я рисую уголок и хвостик куда ведем хвостик мы уже нижней линией которая чуть-чуть у нас подстерлась я ее могу опять прорисовать мы уже задали с вами направление движения стрелки потому что они должны быть параллельны и нам остается сделать элементарные буквально пару движений смотрите я рисую сначала стрелку вдоль линии зеленой стрелки хвостик бросила а теперь соединяю она может быть чуть толще потоньше то есть вы уже смотрите по вашим глазкам если конечно веки нависшие то у вас не получится такая стрелка она хорошо выглядит именно вот когда века более ровная когда веки нависшие там идет специфическая стрелочка так вот что получилось такая задорная классная стрелка и сейчас остается поработать еще хрусталиком я очень люблю стойкие тени карандаш мне очень нравится блик который можно так положить в уголочек глаза подвести нижнюю часть чтобы так вот высохнуть я могу прям вот пальчиком чуть-чуть растушевать далее если вы хотите чтобы глаза были еще больше да еще выразительно берем чистую кисточку с острым уголочком с острым кончиком я набираю в тон вот зеленые тени и прохожусь прям по нижней части глаза там где рисовала карандашом и тенями делаю растяжку таким образом я и карандаш запечатываю он становится более устойчивым делаю растяжку появляется такая легкая дымка и глаз распахивается то есть он становится еще больше вот если вы посмотрите на два глаза то разница конечно очевидна и следите всегда чтобы не оставалось каких-то резких переходов резких границ если так получилось тушуйте подтирайте и следите за линиями то есть все линии они должны быть параллельны то есть раз линия два линия бровь да пошла кончик брови можно чуть-чуть в этом случае сделать подлиннее потому что в макияж вечерний и за счет того что мы увеличиваем размер глаз тенями соответственно нам надо и бровь увести чтобы эти линии все совпадали поэтому возвращаемся к нашему карандашу надо бы его найти еще в куче тут у меня вот карандаш я немножечко искусственно увеличиваю бровь и наращиваю кончик потому что короткие брови они и глаза делают меньше и как бы их сдвигают ближе если вы бровь слишком близко соединить их переносится то тоже будут глаза собираться вместе поэтому вот внутреннюю часть бровей я немножечко на мой взгляд перетемнила то есть я уберу лишнее потому что сейчас когда делаешь макияж на камеру это не всегда просто вот смотрите немножко увеличила бровь и получается уже более правильные линии то есть да вот вот так через край глаза все на месте то есть соответственно когда я буду делать завершение макияжа я сравню все линии уже чтобы они были красивые и правильные вот и остается накрасить реснички добавить то есть пудрой я смахну все лишнее да что вот у меня может быть чуть-чуть тени осыпались я возьму немножко пудры при пудру и чистой кисточкой обязательно чистой мы наносим хайлайтер сразу сделаю и возьмусь за реснички то есть отсюда же мой самый видит расходный материал это хайлайтер я его также аккуратно прокладываю чтобы был блик здесь на носике немножко над губой чтобы вот этот треугольник выделать не переборщить потому что иногда я вижу прям как перламутром здесь наложили она должна давать легкое легкое сияние чуть-чуть внизу все ну и потом сделаю с другой стороны так красим реснички и губы и получаем уже готовый макияж я использую мой любимый тушь пять в одном именно мне нравится классика не xxl хотя я ее тоже частенько беру но здесь мне больше нравится кисточка она просто я бы сказала идеальная как красить брови мы подбираемся к началу роста ресниц ой брови ресницы и немножко зигзагообразным движением я вытягиваю реснички вверх первый слой он должен быть как фундаментальный то есть мы прокладываем основание ресничек основание ой длину задаем направление потому что реснички как можно так в сторону прокрасить да такие листья глазки сделать так и распределить как они растут то есть распахнуть больше глазки то есть это на ваше усмотрение если накрасить реснички и сделать магнитную подводку и приклеить реснички то вообще просто получается настолько огромные глаза как я не знаю как с картинки конечно это очень красиво но мне не очень удобно ходить с магнитными ресничками из-за того что глаза чувствительные я плохо переношу их и поэтому крашу только то сделаю их только на видео на фотосессию мне конечно этот эффект очень нравится тушь я наношу быстро смотрите первый слой нанесла я не жду когда он высохнет потому что пока тушь еще не застыла она эластичная можно наслаивать добавлять разделять растягивать подворачивать а как только тушь встанет как я говорю встала все уже ничего не сделаешь то тут начинается полная ерунда могут комочки образоваться слипнутся реснички сейчас я проболтала немножко и упустила вот этот момент поэтому быстренько еще один слой вниз и за третьей порцией праздничный макияж он предусматривает что ресницы должны быть большие густые объемные да такие лохматые поэтому три слоя это точно когда в дневном макияже я использую обычно два слоя туши еще частый вопрос бывает красит ли нижние реснички я всегда говорю да однозначно красить а вот сколько красить это уже решать только вам если ресницы очень густые и длинные то буквально чуть-чуть оттенить или лучше всего взять цветную тушь можно зелененькую или синюю в зависимости от того какой у вас наряд то есть мы подбираем по цвету под цвет наряда вот такие получились глаза вернее пока один глаз но сейчас я буду делать второй но прежде чем его делать я накрашу губы или давайте я сделаю второй глаз и потом мы вместе накрасим губы макия сутбук макия для кислородства макия сутбук Продолжение следует... 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 получилось немножечко увеличить губы подкачать их и затем я беру блеск для губ какой-то спокойный цвет сейчас найду из прошлой коллекции мне очень нравится такой нежный нежно розовый оттенок он без блеск то есть без перламутра просто блеск можно даже смягчающим средством пройтись вот и все и кажется нужно сделать еще один штрих можно конечно так оставить а можно добавить немножко распущенности распустив волосы сделать какую-то укладку кудри накрутить как я показывала на шарф можно сделать такие шикарные локоны также можно как-то закрепить волосы или оставить их такими пышными и макияж готов как вам результат попробуйте напишите в комментариях что для вас было полезным что было новым что вы будете применять попробовать может быть какие-то продукты новые для себя открыли чем вы раньше не пользуясь например цветной карандаш как он красиво омолаживает в принципе омолаживает и делает глаза большими распахнутыми и в то же время макияж не выглядит перегруженным как можно работать с тенями важно очень макияж и тушевка поэтому у вас должно быть масса вариантов кистей они должны быть разные и пусть их будет много вы их все научитесь рано или поздно да все используют вот мои любимые кисти которые у меня постоянно со мной потому что с ними можно любой макияж делать любой сложности главное их мыть почаще чтобы они всегда были чистенькие я вас благодарю за внимание если видео полезное пишите ставьте лайки оставляйте комментариев побольше задавайте вопросы и до новых встреч вас всех с наступающими праздниками праздников